Меня зовут Люба, я из Санкт-Петербурга. Скажи, бывала ли ты раньше на ретритах? И почему приняла решение приехать на ретрит Светланы Лавровой на Алтай? На ретритах не была. Светлана решила приехать, начала её слушать. Мне очень зашло то, что она говорит, как она объясняет. Ещё слово «Алтай» у меня давно очень было в голове. А тут я увидела, что ретрит на Алтае. Я сразу как-то вот. Почему стала слушать эфиры Светланы? Чем она тебя привлекла? Она очень конкретно объясняет, как войти в неедение. Мне очень понравилась именно её форма подачи. Обсуждения, рассуждения, как чего делать. И, естественно, ещё вот эти ментальные все штуки. О пространствах, о вселенных. Ну, вот всё разное вот это вот. И то, что она очень конкретно объясняет про организм. Вот только у неё услышала. А ты раньше бывала на её марафонах, слушала, участвовала? Нет, я начала слушать, ну, минимум месяца три назад. Вот только вот как-то увидела одну, захватила и стала её слушать, ну, на Ютубе. А какой у тебя был запрос, когда ты ехала на это мероприятие для себя внутренне? На что ты настраивалась? Чего для себя желала? Ну, мне самое главное, естественно, это вот вход в неедение. Самый основной. Но, естественно, потом уже приход к себе потихонечку. Потому что пока организм не почистишь, то, я так понимаю, не очень всё идёт. Насколько здесь во время ретрита для тебя реализовались твои цели, желания, намерения, с которыми ты ехала? Какие ответы я получила? Какие инсайты? Самое ценное, честно говоря, вот я в её поле действительно очень хорошо себя чувствую. Я сейчас, ну, вот не ем, только пью. Вот эти дни. И очень удивлена, что я очень спокойно это переношу. Просто очень. И вот, может быть, дальше я вот так вот, организм, возможно, действительно, он успокоится. И дальше вот оно так и пойдёт. Вот, как вот, в принципе, она говорит, что вы побываете в моём поле, и у вас пойдёт движение туда, куда вы хотите. То есть ты получила это иное состояние себя? Да, да, это я почувствовала, да. А как тебе наш формат перезагрузки, когда мы из зала, из комфорта переместились в дикие места? Вот мы сейчас снимаем этот отзыв на Каракольских озёрах, на Алтае. Ну, для меня было не очень ожиданно, конечно. Я человек такой... Городской. Городской, да. Немножко тяжело, но я всё прошла, в общем-то, как бы достойно, я считаю. Ничего. Нет, это очень хорошо, то, что мы сюда попали. Я даже не предполагала вообще, честно говоря. Для меня это было, ну, как-то... Ну, очень хорошо. Не предполагала что? Ну, что я попаду конкретно сюда. Ну, вот как-то недавно я об этом вообще даже... Ну, не то, что мечтать, ну, вообще не думала. Скажи, что бы ты хотела пожелать самой себе, которая посмотрит этот отзыв, там, например, через год? Послание из сегодняшнего дня самой себе, которая посмотрит этот отзыв через год. Любочка, старайся, не ленись, иди дальше, у тебя всё получится. А ещё два слова для ребят, которые смотрят видео Светланы Лавровой, думают, возможно, о том, чтобы тоже присоединиться к ретритам. Что бы ты пожелала им, какое напутствие? Люди. Люди? Люди. Человеки. Задумайтесь о своей жизни и слушайте вот таких продвинутых людей, потому что их сейчас стало хоть как-то появляться, они стали. Выбирайте, возможно, своё что-то выберите. Но вот у Светы самое лучшее. Я знаю, что ты забронировала участие в программе Светланы на Байкале. Да. И мы уже увидимся через пару месяцев. И ты это сделала прямо во время этого ретрита. Да. Внутри ретрита на Алтай ты приняла это решение продолжить путешествие. Почему? Ну, я когда, я тоже так смотрела на Байкал, ну, немножко сомневалась. Ну, потому что Байкал у меня тоже как-то в голове сидел. Ну, доехала и вот, ну, поняла, да. Вот приехала и поняла, что да, мне нужно на Байкал. И не оттягивать, самое главное, не оттягивать там на следующий год. А это нужно сделать вот прямо, сразу. Прямо сейчас, пока едем. Да, да, да. Вот раз оно вот идёт, вот, вот. Скажи ещё, какое качество Светланы для тебя наиболее привлекательное? Из того, что ты увидела здесь уже, наблюдая за ней? А мне больше всего вот её спокойствие. Потому что мне не хватает. Видим то, чего не хватает. Вот спокойствие. Доброжелательность вот эта вот. Я благодарю тебя за то, что ты уделила время для того, чтобы записать этот отзыв. Это послание оставить самой себе в первую очередь. В будущее. И буду рада увидеться снова на Байкале. Помогите там, будем. Вfs夫rup. Убираем.